Компьютер Включаю центр управления. Три, два, один. Ну вот так, ну вот смотри, вот так, так. Ты до этого неправильно решал, ты сейчас неправильно решаешь. Агенты, вы в эфире. Агенты, напоминаю, вы в эфире. Девушки, скажите мальчикам, что они давно в эфире. Мальчики, мы действительно в прямом эфире. Привет, ребята! Вы смотрите первый выпуск программы Служба спасения домашнего задания. И мы будем каждый день приходить в эту студию, чтобы помочь вам сделать уроки. Очень часто не получается сделать задачки, упражнения. Мама с папой на работе. А братья и сестры даже не стремятся вам помогать. Зато теперь есть мы. Пишите и звоните нам, и мы обязательно поможем. Но мы не собираемся за вас делать ваши домашние задания. Мы просто готовы объяснить вам, как его сделать легко и просто. Мы знаем сотни действительно простых и смешных запоминалок. И готовы этими знаниями поделиться с вами. А мы с Ильей еще ничего не вставили в это прекрасное, трогательное приветствие. Ну... Это Кузя, а я Илья. И мы постараемся вас не только обучить, но и развлечь. Точно, потому что учиться надо с удовольствием. А какое же удовольствие без интересных идей. В общем, опыты и презентации это к нам с Кузей. И чтобы ребята поняли, чего же от вас ожидать, покажите-ка нам, чем отличаются звуки от букв. Будет сделано. Осторожно. Ух ты. Ага. И в первый день мы все-таки попытаемся вам объяснить, чем же они отличаются, чтобы дальнейшее обучение было для вас несложным. Тем более, что нам пока никто не звонит и ничем нас не озадачивает. Итак, звук – это то, что мы слышим и произносим. Звук – это вот. Слышите? Она кричит «А». Чтобы как-то обозначить звук, люди придумали буквы. Например, звук, который издает кукла – это звук «А». Его также можно записать и буквой. Буквой «А». А вот еще звук. Слышите? Шарик сдувается и произносит звук «С». А буква будет «С». Еще один звук мы услышим с помощью утюга. Ш. А шипит. Ш – это звук. А буква – шар. Наша речь состоит из звуков. Правильно. И я хочу сказать. Звуки мы произносим и слышим, а буквы видим и пишем. У каждой буквы есть свое название. Причем название это по звучанию отличается от звука, который показывает сама буква. Звук – С. Буква – С. Звук – Ш. Буква – Ш. Когда мы говорим, слова мы складываем из звуков. А когда мы читаем, мы смотрим на буквы, но слова складываем все равно из звуков. Потому что из названия букв слова сложить нельзя. Вот, например, кукла. Слышите, как звучит «кукла»? А давайте теперь попробуем написать слово «кукла» по названию букв. Эта буква называется К. У – К – Л – А. Получилось слово «к-у-к-л-а». «К-у-к-л-а» совершенно не похоже на куклу. Поэтому запоминайте, слова, которые мы слышим или произносим, состоят из звуков. А если мы хотим написать слова, то используем буквы. И хотя у каждой буквы есть своё название, читая по-написанному, мы произносим лишь звуки, которые обозначают сами буквы. А в математике у нас спецы Денис и Родион. Правда, иногда они так увлекаются, что их никто не понимает. Ну, кроме их самих. Да ладно вам наговаривать. Сейчас мы легко и доступно объясним правоозначение геометрических фигур буквами. Для начала мы посмотрим на геометрические фигуры. Вот треугольник, круг и квадрат. Нет, так не пойдёт. Давайте лучше посмотрим, какие фигуры есть у нас в студии. Вот доска. Четыре стороны, четыре угла, значит это четырёхугольник. А ещё все углы прямые, значит это прямоугольник. А, вот он квадрат. Все стороны равны. Ну, если на то пошло, то вот куб. Почти куб. Круг тоже присутствует. Это дартс. А теперь перейдём к обозначению буквами. Любую геометрическую фигуру обозначают буквами. Сколько в ней вершин, столько и будет букв в обозначении. А, Б и С. Сейчас я обозначу вершины этого стола. Ой, точнее квадрата. Ну вот, смотрите. Четыре угла. Допустим, он будет называться Рома. Только обычно вершины называют латинскими буквами. Ты же знаешь. Конечно знаю. Можно и на латинский манер. О М И А Рома. По-русски считается как Рома. А эту фигуру можно назвать Родион. Я назвал шесть букв, значит, это шестиугольник. Шесть букв, шесть вершин, значит, это шестиугольник. Родион. Давайте посмотрим, какие фигуры получатся из наших имён. Четырёхугольник Рома, шестиугольник Родион, а из моего имени получится пятиугольник. Вот такой. Вот. Денис. И семиугольник Виктори. Р Буквы помогают понять, о какой стороне фигур идёт речь. О стороне А, Б или о стороне Б, С, например. О стороне Н, А или о стороне Д, Е. А вообще все стороны обозначаются двумя буквами, потому что ограничены они двумя вершинами и, значит, двумя точками. А ещё буквы помогают определять углы. Ну, вершины же они определяют. Значит, они будут определять и углы. А я предлагаю закончить с этой темой, потому что у нас есть первый долгожданный звонок. Привет, мы тебя слушаем. Что у тебя стряслось? Здравствуйте. Это служба спасения? Да, это мы. А вы можете мне помочь? Конечно. Мы здесь специально для этого и собираемся. Рассказывай, что у тебя случилось. Учительница попросила меня рассказать и нарисовать о кустах и деревьях. Я их вообще не различаю. Я знаю только дуб и берёзу. Задание от... Как тебя зовут? Меня зовут Дима Звонарёва. Задание от Димы Звонарёва по окружающему миру о деревьях и кустарниках. У деревьев один единственный ствол всю жизнь. Он растёт и в длину, и в ширину. То есть и так, и вот так. Ну, как растёт человек. За лето вы все наверняка выросли. И старая школьная форма вам уже мала. Рукава вот такие, короткие. А всё потому, что вы выросли вверх. То есть ввысь. А пиджаки, юбки и брюки вообще, наверное, налезают с трудом. Потому что вы выросли немножко ещё и вширь. Ну, то есть в толщину. Точно так же растут и деревья. Вот так вот выглядит дерево. Неважно, какой длины ствол, какой он ширины. Главное, что он один. А вот у кустарников... Кустарники, они будут чуть-чуть поменьше, и стволов у них гораздо больше. Хотя и не такие массивные, как у дерева. Зато они могут быть очень длинными. Потому что у кустарников стволы растут больше в длину, чем в ширину. Зато сами кустарники растут вши из-за добавления новых стволов. Сами кустарники могут быть очень маленькими. Не больше 50 сантиметров. Например, черника, смородина, малина и крышовник. Это всё кустарники. Всё, что вы ели этим летом у себя на даче. А мне, кроме крышовника, очень нравится черника. Потому что в чернике содержится 5 витаминов и 10 минералов. Теперь будем разбираться, что растёт на кустах, а что на деревьях. Вы будете разбираться, а мы будем есть. Давайте покажем куст. Ребят, помогите, пожалуйста. Конечно. Три, четыре. Отличный куст. А мы с Ильёбом деревьями. У дерева один массивный ствол. Рома, кинь яблоко. Яблоко. Это фрукт. А фрукты растут на деревьях. Вот вам яблоко. А это малина. Малина – это ягода. И растёт она на кустах. Апельсин. Рома. Апельсин – фрукт. Поэтому на дерево. Крыжовник тоже ягода. И также растёт на кустах. Вот куст. Вот дерево. Смотрите и запоминайте. Внимание! Фрукты и ягоды – не главное различие. Есть растения, которые представлены в природе и в виде кустарника, и в виде дерева. А вот об этом вы узнаете в старших классах. Предлагаю на этом закончить объяснение темы и нашу сегодняшнюю программу. Отныне мы каждый день будем собираться в этой студии и помогать вам делать заданные уроки. Звоните нам или пишите. Помните, что учиться очень интересно, а с нами ещё и весело. С вами был Кузьма, Илья, Вика, Настя, Денис, Родион, Роман и Влад. Но это ещё не всё. Позвольте заочно представить вам агентов. Сегодня они на задании. Вы познакомитесь с ними во время следующих эфиров. Повторение пройденного. Сегодня мы узнали, что такое звуки и буквы, и в чём их отличия. Слова, которые мы слышим или произносим, состоят из звуков. А если мы хотим написать слова, то используем буквы. И хотя у каждой буквы есть своё название, читая по-написанному, мы произносим лишь звуки, которые обозначают сами буквы. Нам объяснили, как и зачем обозначаются геометрические фигуры. Буквы помогают понять, о какой стороне фигур идёт речь. О стороне А, Б или о стороне Б, С, например. О стороне Н, А или о стороне Д, Е. А вообще все стороны обозначаются двумя буквами, потому что ограничены они двумя вершинами и, значит, двумя точками. И, наконец, нам рассказали о деревьях и кустарниках. Вот так вот выглядит дерево. Неважно, какой длины ствол, какой он ширины, главное, что он один. А вот у кустарников, кустарники, они будут чуть-чуть поменьше, и стволов у них гораздо больше, хотя и не такие массивные, как у дерева. До новых встреч! До завтра! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!